Всем здарова, всем привет, вы на канале Гамбита. Здарова народ и да, у меня тут небольшая перестановочка, надеюсь вам нравится. И под эту прекрасную перестановочку у нас арена героев, у нас Бальдер и у нас крайне странная команда. Извиняюсь, но это прям реально очень крайне странная команда. В плане экипировки у меня Бальдер трипл дефсет. То, что прям надо хпдфный этот глокс, трипл деф, я поставил шансы на крита, но на самом деле можно и там крит урон ставить, и степень пронзания, сайт рафтали не столь принципиально важно. И у стаховки я просто ему одел трипл дефсет, просто для того, что ну может малой немножечко пожить в трипл дефсете, потому что обычно он не выживает. Я тестировал эту команду, она очень сильно не выживает, но урон, который она выдает в первом раунде, это настолько страшно, что это даже не смешно. Честно вам сказать, это даже не смешно. Просто чекайте урон. Чекайте урон от Бальдера. Да, рафтали здесь не просто так стоит. Это 30% дэмэдж редакшена. И 40% до происходящего урона. 656 тысяч в первом раунде. Там даже тьма не успела наложиться. 860 тысяч во второго. Вы видите, этот дэмэдж это только начало. Сколько у Бальдера обороны? 86 тысяч обороны это только второй стат. 50 тысяч ослахоук. 61 тысяч арафтали и 43 тысячи обороны глокс. Ну, так чисто маловато. Так, давайте сделаем так, сделаем так. И, например, сделаем как-то вот так. Немножко ослахоука похилим. Хотя бы самую малость ослахоука похилим. А, я попал под заповедь глокса. Лёль. Так, дэмэдж сюда не страшный. 750 тысяч. 750. Мы закончили с этим матчем. Мы слишком быстро закончили. Я не могу посмотреть, не могу разогнать Бальдер нормально по статам, для того, чтобы посмотреть, а сколько у тебя там обороны при твоём шестом стате? Потому что никто не переживёт 6 тысячек Бальдера. Ну, может, Тюр переживёт. Вот, Тюр, зараза, плотный здесь. Мне он не понравился, потому что Тюр, как раз в первом моём заходе, в первом моём тесте, он убил ослахоука. Надеюсь, сейчас ослахоук переживёт этот дэмэдж. Бальдер, давай, ты сможешь, у тебя классный сет карт, у тебя классное всё. 340, блин, нет, он на берсерке бьёт. Он на берсерке бьёт. Кстати, трибл дефсет на ослахоука спасает. Смотрите, он не так сильно просел. 258 тысяч. То есть, понимаете, что это ненормальная тема. Она не должна так играться, то есть... Ну, я не знаю, я взял просто то, что максимально сразу в первом же раунде стакает нам оборону. Я, наверное, хочу всё ещё со стойкой поиграть. Мне нужен хил какой-нибудь. Мне в эту команду нужен хил для того, чтобы хилить ослахоука, там, например, и рафталию. Потому что рафталия не хиляется, а ослахоук тоже особо не хиляется. Я, наверное, сделаю так, сделаю так и сделаю вот так. Для хила. 158 тысяч, ну, типа, доп стат для... А, ну, если сейчас две атаки... Фрейр, можно две атаки Фрейра? Вроде да, две атаки Фрейра, это нормально. 751 тысяча. Окей, хорошо, я хочу сейчас посмотреть на стат. Я хочу посмотреть на стат плотности. И, в принципе, можем пару раундов здесь пожить. Диана, она мне особо ничего не сделает. 98 тысяч обороны. 43, 69, 56 и 8 тысяч обороны. Обороны. Это законно вообще? 98 тысяч. Это пятый, это не шестой. Это только пятый. Ну да, тут увеличено все характеристики из-за того, что, как бы, немножко мы... Да, на 20% все характеристики повышены. Хорошо. Делаем так, делаем так, делаем так. Не знаю, я просто сейчас ничего не делаю. Хотя бы раунд. Для того, чтобы Вайлд похилялся. Может, мы и ультимейт переживем? Так, чисто для любопытства, может, мы и ультимейт переживем? Ну, то есть, я сейчас вообще ничего не буду делать. Мы сейчас плотные. Давай. Ультуй. Вайлд переживет. Да, Вайлд пережил, реально. Нормально. Сделаем так. И снова подвигаем. 75 тысяч хилл на 47 тысяч. Нормально, нормально. Рафа немножко пострадает, это проблема. Ну, Рафа, как вы видите, вообще особо не страдает. Там шестой ультимейт Дианке, вообще все равно. Можно... Там вообще нет карт. Там вообще нет карт. Давайте так. То есть, серебряные карты, это не то, что нас сейчас пугает. Восстановление работает за нас. Регенерация, давайте. Мы чисто на регенерации сейчас. Ну, типа, да. Можно сделать, например, так. Можно сделать так. Ну и все, давайте уже заканчивать. Так, хилл какой-то есть. 140 тысяч, хилл какой-то тоже будет. Но это из-за сезонного героя. Пока мы выживаем на Ослаховке, чисто из-за сезонного героя. Ослаховк выживает против всего, ну... Давайте. Дальше у нас идут феи. Нам нужно затанчить феи. Самое проблематичное... Ой, дальше еще неизвестные идут. Нужно потом еще неизвестных затанчить. Ну... Если Ослаховк умрет, это будет проблемно. Вообще, в принципе, если какой-то... Какой-либо герой из этих погибает, это будет проблемно. Так, 340 тысяч. Мы ходим вторые. Ну, тут всегда 340 тысяч. Неудивительно, на самом-то деле. Итак, Элайн бафается. Кинг готовит свой удар. И переживет ли моя команда против Кинга? 470 тысяч урона. Мы пережили этот дэмэдж. Я хочу снова ставить... Я, наверное, хочу... 645 что-то раз... Я, наверное, хочу поставить стойку. Все равно там Хилл Брам с Ревайвом, он выживет. Давайте так. Вы видели только, что произошло. Это только что феи были. Ладно. Сезонный герой... Бальдер, как сезонный герой в такой команде, дает нам хотя бы какое-то небольшое, маленькое разнообразие. 762 тысячи. Мы уходим дальше на восстановление? Да, я так понимаю. Просто дальше неизвестные, там, сна наши, они будут плотные. Они могут нас пробить, мы без линков, короче, очень много всякого. А там полностью терпение. Я могу, в принципе, вот так вот двигать карты, пока я через регенерацию не восстановлюсь полностью. Могу себе это позволить. Хилл Брам ничего не делает. Давайте еще раунд. Что терпение? 90 тысяч обороны. Я уверен, что можно больше разогнать, но... Арена героев, она и на то, что арена героев, что здесь не так просто это все дается. 250 тысяч вайлд. Здравствуйте, добрый вечер. А вы верите в... Ой, вайлд, боже. А слохоук равно вайлд. Он просто братан за него переживает. Я уверен, что он с моей коробки там переживает, чтобы слохоук выжил. Нашел до конца, до финальной базы. Но пока у нас получается. Пока банально у нас получается. Давайте, следующая команда. И это неизвестные. С Фила. Там, кстати, нет уменьшения обороны. То есть дебафа на уменьшение обороны не будет. Давай, давай. Я, кстати, удивлен, что нет 100 тысяч обороны. Я бы хотел бы увидеть 100 тысяч обороны. Ну, а это надо экспериментировать и играться со всякими там ультимейтами Алаты и зелеными старперами-кингами. Да, если что он реально называется старпер-кинг. Да, 449. Поплотнее пачечка. Поплотнее пачечка. Но Фила не пережила. А багается за стойки. Багается за стойки. Так, давайте еще поставим стойку. Я не знаю, хочу ее сразу забрать или нет. Я, наверное, заберу ее. И тычку сюда, чтобы Фила не так больно дамажила. Там просто еще прикол в заповеди есть. Мы забираем 15 обороны. Ой, 15 базовых характеристик. Все, и Фила не должна нас сейчас прям очень сильно пробить. А, она чисто сингл-таргет кидает. Подожди, не-не-не-не-не. 816 тысяч. Она была под пассивкой на наши. Ой, и на наши туда же отправляется. И на наши туда же лям урона. Домой. Че-то разрабы немножко перестарались с вашим новым вот этим вот молодым байдером. Слишком перестарались. То есть единственное, что мне нужно сделать, это поубивать основных героев, которые в основном первые скидывают карты для того, чтобы погибать. А потом дальше просто сидеть, восстанавливаться против какого-то одного героя, который нашей команде не наносит никакого урона. Никакого урона от слова совсем. Но связаны с обороной характеристики. И обороны здесь, в принципе, чертовски много. Обыкновенные команды ее просто физически не пробьют, даже без бафа. Это страшная команда. Рокси. Ну, кстати, больно бьет. 725 тысяч. Больно била. Била. Ну, она отправляется туда же. Прям 400. Я просто, просто. Все. Бальдер тащи дальше. Лям 400 в моно. Давай. Там две карты шина. Ну, и за лильки они бьют больно. У лильки там есть пассивка. Лям 400 еще раз. Боже, ты туда. Туда вот это все. Снова один. Третий стак. Мне интересно, больше будет? Ну, то есть шестой стак. У лильки просто... Тут прикол у лильки. У нее уникальность. И то, что когда используют против одиночных целей, дополнительный урон 10% от максимального азы героя. А когда против ауешных, там 7% дополнительного урона от максимального азы. То есть из-за этого они меня так сильно пробивают. Давайте, не знаю, просто рафа раз, рафа два. И как-то так. 213 тысяч икс три шанс крита. И тут 199 тысяч. Без крита. Вот это я бы хотел, чтобы критовала. Но она не критует. Поэтому либо крит урон, либо степень пронзания. Что-то одно из двух. Это, это... Это арена героев. Это арена героев, которая... Ну, это не честно. Притом, это от второго хода. Это, да, это моя констант, но это от второго хода. Это просто банально нечестно. И это веселее, нежели играть от первого хода на каких-то там сабнактимах. Потому что я пробовал вначале, там, типа, сабнактима. Проходится все крайне элементарно, легко и просто. Но не так весело. Я вам скажу так, это просто не так весело, как вот это вот. Вот, надеюсь, вам видос понравился. Команда вам понравилась, и вы получили удовольствие от этого прохождения. И увидимся когда-нибудь завтра в следующем видосике, либо когда-нибудь на стримчиках. До скорого, народ. Свидимся. Субтитры сделал DimaTorzok